Чача – это тоже часть грузинской культуры. Точно так же, как грузинское вино или знаменитая грузинская кухня. Но несмотря на то, что очень многие ее пробовали, далеко не каждый может что-то толковое рассказать об этом крепком напитке. Сегодня мы узнаем о чаче много интересного. Давайте начнем с того, что вы знаете про чачу, чтобы я так это примерно представлял. Что я знаю про чачу? Про чачу я знаю только то, что это перегоняет осадок от вина, то, что там остается от винограда. Ну, в целом верно. Вообще в переводе с грузинского на все остальные языки слово чача означает мятый виноград или виноградная мезга можно перевести. Ну, вернее, четкого толкования в словарях вы не найдете, но опять же, тут дальше, чтобы рассказывать о напитке, надо копнуть вглубь историю веков. Первый перегонный куб здесь появился примерно тысячу лет назад. Ну, то есть он был, скорее всего, изобретен на Ближнем Востоке тысячу лет назад. Во всяком случае, записи встречаются там. И, соответственно, так как это был шелковый путь, не сильно хитрая была задача его сюда привезти. То есть тысячу лет назад первые самогонщики здесь, допустим, появились. А до этого уже 7 тысяч лет, то есть до сегодняшнего дня 8 тысяч лет, а до того момента, как здесь появилось первое самогонное оборудование, 7 тысяч лет грузины делали вино. И это доказанная учеными и археологами истина. То есть 8 тысяч лет грузины делают вино. И как они делали это тогда? То есть они делали это, используя квеври. То есть глиняная амфора, вкопанная в землю по горлышку. И, соответственно, а как делается вино в квеври? Подавили виноград. Вот это вот месиво все, да, кожица, мякоть, косточка, сок, все вместе, да, то есть ничего не отдельное, просто раздавленное. Это и есть чача, да. В квеври заливают чачу изначально, да. Потом, когда происходит процесс ферментации, мацерации, то есть рождение вина, конечно, то есть вино, ну, то есть жидкость непосредственно, да, это составляет там большую часть, там 2 трети, допустим, да, а, соответственно, остатки мякоти, да, кожица, все это садится ближе к дну, да, и, соответственно, когда открывают квеври, когда вино уже готово, да, вино вычерпывают, да, и снизу потом вычерпывают чачу. То есть получается на входе чача, на выходе чача, да, и, по всей видимости, когда тысячу лет назад, когда у местных ребят был вопрос, как назовем напиток, да, то есть... Они сильно не заворачиваются. Ну, то есть я знаю еще примерно 10 или сколько-то легенд о том, почему чача называется чачей, но это, мне кажется, самое разумное, да, потому что, ну, то есть это в языке обозначает, вот я говорю, то есть и то, что осталось после вина, ну, и то, что было до вина, это тоже чача. Поэтому вот как бы чача – это мята и виноград. Часто используется слово «жмых», я как, ну, то есть на русском языке, я сильно против. В моем понимании жмых – это когда вот это... Осталось забывать русский язык. То, что осталось отжали, да? Да, да, то есть халва, вот этот жмых, да, когда там нет никакой влаги, да, а есть только сухое что-то, из такого ты не сделаешь напиток, да, то есть, соответственно, мы должны, ну, опять же, если мы сейчас не говорим про то, что там химичить как-то хитро, да, а просто если делать правильно, то есть у нас должна быть чача, из которой мы будем выгонять, то есть достаточно влажная, то есть такое кашеобразное, да, чтобы было, чтобы выгонять. То есть, соответственно, опять же, есть распространенное тоже такое ошибочное мнение, что чача – это продукт переработки отходов. Да, виноделия, да. Ну, опять же, то есть из отходов получаются, как правило, отходы, да, то есть как бы что-то хорошее ты из отходов не получаешь. То есть если ты не отжимаешь досуха эту чачу, тогда тебе есть из чего гнать, да, вот, соответственно, если ты не досуха ее отжал, ты потерял в вине, да, то есть значит это уже не отход, это альтернативный продукт, да, то есть ты выбираешь, тебе вина побольше, да, и чача поменьше, или все-таки типа вина вот столько-то, да, и чтобы получить хорошую чачу, у тебя значительная доля вина сохраняется в чаче. Да, еще истории. Вообще в современной Грузии параллельной жизни живут две традиции, два способа производства вина. Тот самый исконный, которому 8 тысяч лет, и которым, по всей видимости, пользовались все, там еще 4 тысячи лет назад, да, то есть дальше, по всей видимости, где-то в Древней Греции появился запрос на что-то более утонченное, да, и начали делать вино только лишь из сока, то есть когда в процессе рождения вина не используется мякоть, да, а то и гребни, то есть то, на чем висит ягода. А грузины, как делали тогда, тысячи лет назад, да, так и продолжали делать. Вот. Но также параллельной жизни здесь существует так называемая европейская традиция виноделия, ну, то есть для простоты понимания здесь это называется европейская традиция, да, опять же, здесь она появилась не вместе с евроремонтами, а значительно раньше, да, то есть 200 лет назад, когда войско русской империи провожало войско Наполеона домой после поражения, соответственно, в составе этого войска была вся грузинская знать, да, то есть, ну, времена были такие, на войне не был, значит, не пацан, да, то есть и, соответственно, все представители самых знатных, самых важных родов оказались разом во Франции, да, то есть в принципе, ну, чтобы понимать, кто это были, то есть это, это, ну, условные там, ровесники Пушкин, да, ну, не совсем ровесники, но это те же самые люди, они такие же знатные, они такие же обеспеченные, то есть, скорее всего, они французские знали, как тоже, как родной, да, но тем не менее, и, конечно же, кто-то из них ездил периодически во Франции, но так, чтобы всю знать, взять и завести туда, вот на этот корпоратив, да, а потом вернуть вместе всех домой, такое в истории было единожды, и вот они возвращаются оттуда и, конечно, возвращаются с четким пониманием того, что, блин, а Франция была законодателем мод, да, то есть если французы делают вино так, то почему мы не можем как французы, да, то есть оттуда повезли технологов, и на деле повезли оттуда лозу, с которой начали экспериментировать, да, ну, с лозой потом все-таки решили, что и своя неплохая, да, то есть, ну, хотя что-то и прижилось из тамошних, вот, тем не менее, то есть вот эти вот богатые, знатные люди, они организовали, да, вот винное производство, то есть, но это вино, оно было таким уделом, так скажем, вот этого высшего света, да, обычные люди продолжали делать, так же, как и тысячи лет назад, до этого делали их предки, их это нисколько не смущало, когда пришла советская власть, ну, то есть, опять же, в Советском Союзе все вины, которые были доступны, да, грузинские, это как раз тоже была европейская традиция, да, никто не знал про вины из Квебри, ну, видимо, по простой причине, что это было легко национализировать, да, то есть, графы и князья организовывали более-менее уже конкретное производство, то есть, какие-то погреба большие, да, то есть, пришли красные офицеры со штыками, сказали, было ваше стало наше, все, а ходить по дворам и выкапывать Квебри, это, ну, как бы затея так себе, да, и на нее никто не плюнул, то есть, поэтому, опять же, вот, несмотря ни на что, ни на османов, которые тут были, ни на советскую власть, которая была, Квебри, закопанная там у себя в хозяйствах, да, еще дедом, еще прадедом, еще кем-то, они так и оставались, закапывались новые, и вот никакая власть, не то будет исламская, не то социалистическая, да, на это, ну, кардинальным образом повлиять не смогла, вот за счет этого мы сегодня можем, как бы пробовать и то, и другое, да, такой привет из прошлого, да, сквозь там несколько тысячелетий, вот, и чачу можно делать в результате обоих из-за этих двух версий виноделия, но будут отличия, соответственно, если мы делаем чачу исконным методом, вот мы погрузили, то есть загрузили мы Квебри, да, мятым виноградом нашей чачи, и все, то есть винодел ждет, пока будет готово вино, да, пока оно, так скажем, не сформировалось, да, то есть опять же, тут есть какие-то на этот счет, ну, так скажем, минимумы, да, что-то, вино, которое не провело, ну, то есть если вино в Квебри, оно должно там провести минимум три месяца, да, как правило, это больше, да, но вот есть, как бы, минимальная отсечка, да, иначе типа не считается, вот, а там уже дальше зависит винодел, этот решил, что четыре месяца, этот решил, что пять, этот, что семь, и так далее, да, как правило, ну, то есть там сроки, как правило, упираются только в следующий сезон, да, то есть тебе надо что-то с ним сделать, ну, опять же, чтобы освободить квеври для следующего вина. Ну, вот опять же, будем считать, что в среднем это 5 месяцев, да? Ну, то есть к весне. И вот, соответственно, пока мы не достали чач, ой, вино не вычерпали, нам до чач никак не добраться, да? То есть она важна для формирования самого вина, да? И в то же время мы не можем никак дотянуться, поэтому весь это долгий период, там, 4, 5, 6, 7 месяцев, да, все компоненты, находящиеся в квеври, да, кожица, косточка, мякоть, сок, которая стала вином, они продолжают какое-то вот свое это общение и взаимное обогащение, да? В случае с чачей, которая делается, так скажем, в результате производства европейских вин, европейских кавычках, да, как это происходит, да, то есть, как правило, это удел крупных производств, да, то есть это заводы, да, они там, у них 20 тонн винограда, они его отжали, да, то есть вот сок пошел становиться вином, да, вот чача, она сразу чача, да, то есть ты ее, ну, никто не будет это засовывать отдельно в квеври, это такси тоже затея, ну, не то, чтобы ждать, а просто и смысла большого нет, да, отдельно чачу засовывать в квеври, ну, так никто никогда не делал, то есть, пока не додумались и не совсем понятно, зачем, да, соответственно, оно бродит просто в огромных емкостях из нержавейки, да, то есть ну, то есть, если в квеври там тормозит брожение температуры земли вокруг, да, то есть температура земли статичная 6 градусов, да, это замедляет брожение и вина, и, соответственно, всего остального, да, поэтому брожение в квеври происходит чуть медленнее, да, когда у тебя 20-тонный танк, заполненный чачей, чача бродит, сама выделяет температуру, в той же Кахетии в это время, там, в конце сентября, еще нет никаких заморозков, то есть, у тебя вокруг ничего не охлаждает, да, и внутри все кипит, да, то есть, у тебя там прошло 3-4 недели, все, дальше уже там, ну, как бы, смысл, ну, нержавейка это ничего не даст, да, то есть, все, можно гнать, то есть, как правило, быстрее это все происходит, и, соответственно, этот напиток будет, ну, в общем, разница такая же, как и в вине, да, европейские вина сделаны только лишь из сока, они, как правило, более сдержанные, меньше деталей в ароматике, всего такого, то есть, вина из квеври, да, это, как правило, более обширная картина, да, не всем это нравится, но это просто по-другому, вот, опять же, есть тут умники, которые считают, что, вот, если не в квевре, значит, не по-настоящему, значит, не правда, и вообще все это ерунда, я, как бы, не настолько критичный, я считаю, что, опять же, всегда прогресс нас куда-то вел, да, было бы грустно и плохо, если бы это было утрачено, и было бы только то, да, у нас есть возможность, как бы, пробовать и то, и это, и подбирать под себя, да, потому что кто-то любит арбуз, кто-то свиной хрящик, то есть, как бы, почему мы должны навязывать, ну, то есть, опять же, наши ограничения почаще, и там, вот, как бы, разграничения зашквар, не зашквар, они проходят по другим границам. Ну что, с историей ознакомились, можно пробовать. Субтитры создавал DimaTorzok Нам по-прежнему очень важна ваша поддержка, лайки, подписки и комментарии. Увидимся на канале Грузия с русским акцентом. Субтитры создавал DimaTorzok